Ну, расскажи. Начинается? Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Витаю вас со Львова, с этого прекрасного города. К сожалению, во Львов приходится приезжать не только по приятной причине, погулять по этому прекрасному городу и поговорить с военами, но вот это здание решило со своими руководителями. Мы находимся под райвиделом полиции. Решило, значит, вручить мне сегодня обвинение вместе с прокуратурой по известному делу по пересечению, легальному пересечению границы Михаила Саакашвили и его сторонников 10 сентября. Я бы сказал, что принципиальная деятельность и оппозиционная деятельность в Украине, конечно, невозможна без предозра или без обвинения. Все через это проходили. И, наверное, это обвинение будет обвинением совести, будет обвинением доказательства нашей правоты и будет символом сражения нашей политической силы и нашего движения, которое уже давно превратилось не в движение руха новых сил, а на партийное движение за справедливость, за реальную деятельность, деятельность хозяйства страны, за закон про импичмент и за другие преобразования, которые заслуживают Украину. Поэтому сейчас будем ждать адвоката, будем подниматься в суд. Процедура такова, что вручат обвинение, потом за пять дней должны направить дела в суд. И за пять дней суд должен уже призначить первое заседание судебное. Поэтому на следующей неделе уже будем в суде. Будет первое заседание судебное. Будет очень интересно. Конкретно в отношении вас или вы целиком? По мне конкретно. По этому делу до сих пор сидит Юра Бурцев, наш сторонник, который является тоже лично заключенным Порошенко и олигархата. Тяжело больной диабетик до сих пор содержится по страже. И за одной причиной, что другие активисты боялись давать пощучину без пределу власти, когда власть останавливает поезда, когда блокирует и забирает гражданство, одевает на голову мешки и депортирует людей, патриотов Украины и страны, имитирует заминирование пропускных пунктов, нагоняет беспрецедентное количество китушек в ту область, туда они никуда не лезли. Вот это дело первый раз Порошенко. И на коне того, что в стране полный беспредел и экономическая нищета. Поэтому люди действуют так, как говорил один раз отец-основатель американской демократии, когда закон превращается в оружие беспредела, сопротивление становится долгом. А правильно ли нужно понимать, что вас будут делать организатором? Да, меня пытаются выставить организатором незаконного перехода через кордон группы лиц. То есть я, по их логике, договорился не только с Саакашвили, но и с журналистами Франс Пресс, 1 плюс 1, Ройдес, Круставе, два и других журналистов, других политиков, чтобы якобы я незаконно их перевел через границу Украины. Причем большая часть из них были или гражданами Украины, или другого государства. Причем незаконное движение границы. А почему именно сейчас, Давид? Есть же какое-то объяснение? Потому что Порошенко решил... Может быть, как-то с отдыхом Порошенко, может быть... Порошенко решил все силы бросить против нас, нашего движения. Конечно, мы не единственные в этой стране, которые хотим преобразования среди других политических сил. Может быть, вы что-то планировали, новые акции протеста? Нет, мы планируем, естественно. Наше движение будет расширяться. И Порошенко сам не ожидал, что до Нового года люди будут маршировать с единственным требованием импичмента президента, и закон про импичмент президента, чего он не ожидал. Поэтому он взбесился, у него началась паранойя, и все, что происходит, попытки напугать или депортировать, или экстрадировать Саакашвили, вызывают параллельно, истерически всех наших активистов, допрашивают параллельно. А во Львове вызывают кого-то, да? У нас практически всем начальникам, главам областей пришла сегодня и вчера повестка из МВД, из прокуратуры по якобы делу Курченко. Не получали ли они, значит, от Путина деньги, чтобы свергнуть власть Порошенко вот таким обвинением, или просто берут какое-то глупое обвинение, или дело по Краковцу, или Шагини, или другие уголовные дела, и просто тягают, значит, по прокуратурам. Поэтому, ну, это подчеркивает, наверное, что мы, наверное, одна из тех оппозиционных реальных сил, которые сражаются и доказывают ежедневно своей борьбой и правотой нашей искренней желания.